Приветствую вас всех уважаемые зрители и подписчики моего канала, сегодня для вас хочу приготовить очень вкусную тыквенную икру на зиму, готовится все легко и просто, получается просто невероятно вкусно и так смотрим. Вот такая вот тыква у меня на столе, по тыкве ее необходимо сначала помыть хорошенько, потом вынуть семена и мякоть изнутри, потом я обычно разрезаю на дольки, срезаю шкурку и нарезаем такими кусочками, которые нам нужны в этом рецепте, сейчас вам все покажу, нарезал я уже тыкву вот такими вот кусочками, также я буду использовать в этом рецепте острый перец, острый перец берите по своему желанию крупнее или поменьше, кто как любит, тыквы у меня здесь ровно один килограмм, также мне понадобятся помидоры, здесь у меня 500 грамм, перец болгарский 300 грамм и морковь 150 грамм, вес я даю в чистом виде и теперь я все это перекручу на мясорубке, использовать я буду мелкую решетку, все я перекрутил на мясорубке, добавляю я сюда пол чайной ложки корицы молотой, корицы много не добавляйте, она нужна для тонкого такого вкуса, также я сюда добавляю две чайные ложки кориандра молотого и как видите там в стакане у меня чеснок, здесь я буду использовать 50 грамм, но добавлю его в конце рецепта и также я добавил сюда две чайные ложки майрана, майран очень хорошая приправа, обязательно я ее сюда добавлю, также я сюда добавляю две чайные ложки соли, потом когда будем варить я попробую еще на вкус, если надо будет добавлю, но по рецепту идет две чайные ложки и также сюда добавляю три столовые ложки сахара и обязательно я сюда добавлю 75 миллилитров растительного масла и теперь казан я отправляю на средний огонь и доведу все до кипения, все икра у меня закипела и теперь я буду варить ее до готовности на медленном огне, обязательно накрою крышкой, прошло у меня ровно 40 минут и за пять минут до отключения газа я сюда добавлю чеснок, все хорошенько сейчас перемешаю и буду варить еще пять минут, прошло у меня пять минут, теперь я добавляю сюда пол столовой ложки 70 процентного уксуса, все перемешиваю, выключаю газ и можно раскладывать по банкам, банки я помыл с хозяйственным мылом, обязательно их стерилизуем и крышки, посуду которой я пользуюсь обдаю кипятком и теперь заполняем икрой банки до самого верха, накрываем крышками, закатываем, потом переворачиваем на крышки и даем полностью остыть при комнатной температуре, у меня в погреб я убираю всю консервацию в погреб и потом зимой достаем и наслаждаемся очень вкусной икрой, готовьте на здоровье, приятного всем аппетита, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, всем пока, пока.